В середине июня сад наполняется красками. Есть на что посмотреть, есть чему порадоваться, но есть места, которые совершенно не радуют. Это наши старинные качели, которые нам отдали друзья, когда мы купили 6 лет назад дачу. Они уже приходят в негодность, да и под качелями творится что-то невообразимое. И про дорожки. Про дорожки я снимала уже не одно видео. Но в этом году что-то ужасное. Всё зарастает, всё разваливается. Но, видимо, пришло время поработать с дорожками основательнее. Вот так сейчас выглядят дорожки. Здесь вообще мы щебень не сыпали. А здесь он настолько утрамбовался, что его тоже практически не видно. Вот здесь в зоне... О, кстати, покажу вам вот эту красоту. Что-то нереальное. Это пион. Пион называется стая бабочек. Сейчас на него солнышко падает. Поэтому, наверное, не очень хорошо. Кстати, сразу покажу. Вот эта зона у меня потихонечку вырисовывается. Но ещё много тут работы. Так, и покажу, что тут творится. Это у нас зона огорода. Здесь мы вообще уже убрали щебень старый. Тряпочки пока оставили. Но мы их, конечно, тоже будем менять. Будем стелить плотный такой материал специально для дорожек. Вот здесь тоже Дима уже снял слой. И вывез шесть тачек с камнями вот такими. Это, конечно, адская работа. И получилось от того, что сняли большой слой, вот в туалет можно было только допрыгнуть. Пришлось вот такую ступеньку сделать. Потому что было очень неудобно и подниматься, а тем более спускаться. Ногу подвернуть очень легко. Ну и продолжим наш путь. По дорожкам. Вот так. Тут уже Дима тоже камни начал убирать. Здесь, кстати, более-менее. Здесь, видимо, был более толстый слой из вот этой щебёнки. Поэтому получше всё выглядит. Но всё равно. Уж менять так менять. И уже привезли нам вот такую горку, которой я не очень довольна. Потому что мы заказывали гальку. Водитель, который это всё привёз, меня уверяет, что это как раз-таки она. Но меня одолевают смутные сомнения. Может быть, конечно, когда это всё промоется, оно в песке, в какой-то вот этой пыли. Но мне кажется, вот от этого совершенно не отличается. Но есть какие-то вкрапления. Я думаю, скорее всего, они смешали. Вот такой он гораздо дешевле, эта щебёнка. И вот галька, которую мы заказывали. Есть, попадаются, конечно. Сейчас я вот отсюда зайду. Ну, слушайте, конечно, вообще просто какое-то дикое разочарование. Если вот такой щебень побольше, поменьше, мне кажется, от фракции не зависит. А может быть, немножечко цена меняется. Но он стоит полторы тысячи. То вот этот, как бы галька речная, как они говорят, стоит три тысячи. И походу за три нам продали то, что стоит полтора. Полторы тысячи. Сейчас вот я наберу горсточку и попробую смыть. посмотреть, как она выглядит в чистом виде. Ну что, друзья, как вы думаете, похоже это на гальку? Друзья, конец июня 2023 года. И мы доделали наконец-то свои дорожки. И сегодня я хочу вам показать, что у нас получилось. И выбрала я для съемок специально вот такой солнечный день. Хотя блогеры не любят снимать видео в такую погоду, потому что очень сложно подобрать ракурс, чтобы правильно падали тени, чтобы солнышко не засвечивало. Но мне хочется передать именно то ощущение, которое я испытываю, когда хожу по дорожкам, по своим новым дорожкам. А это лучше всего сделать в солнечную погоду. Но начну я свои съемки с веранды. Вот так я вижу свою веранду, когда выхожу утром, чтобы посмотреть, все ли в порядке, чтобы получить первый заряд энергии, для того, чтобы день прошел удачно. Сразу хочу извиниться, простите меня за голос. Немножко он будет иногда срываться, хрипеть, скрипеть, потому что я уже месяц как болею. Поэтому, наверное, и не снимала видео все это время. Хотя много событий всяких произошло. Но сегодня не об этом. Вот. И так я вижу свой сад в солнечную погоду. Очень все такое яркое, несмотря на то, что еще не так много цветов, в связи с тем, что у нас были возвратные заморозки, очень серьезные, и в конце мая, в некоторых даже регионах Московской области, и в июне. Поэтому немножко все запаздывает. Но все равно, посмотрите, как все красиво. И даже отсюда уже видно кусочек дорожек моих. Но то ощущение, про которое я вам говорила, можно испытать только, когда ты ходишь по этим дорожкам в солнечную погоду, слышишь похрустывание, гравия под ногами. Кстати, сразу хочу сказать, что, скорее всего, конечно, нам смешали речной щебень с обычным щебнем. Но ничего страшного. Мы решили не ездить, не скандалить, не ругаться. Пусть это будет на совести тех людей, кто так зарабатывает себе на жизнь. Потому что стоимость обычного щебня и речного ровно в два раза. Вот. Мы решили радоваться тому, что есть. Значит, так надо было. И когда идёшь и слышишь вот это похрустывание, у меня лично полное ощущение, что я нахожусь где-то на юге. Что я иду по берегу реки или, может быть, даже море. Светит солнышко, тепло, хорошо. Кругом такая яркая зелень, цветочки. И так мне хорошо. Так мне спокойно становится на душе. И, честно говоря, даже иногда не верится, что это мой сад. Как-то вот эти дорожки, они, ну, создали вот ту полноту картины, которую я никак не могла добиться в своём саду. Всего, всё время мне чего-то не хватало. Всё время меня что-то раздражало. Ну, понятное дело, что вот где-то доска лежит, где-то старая тряпка чёрная, где-то кусок грави, на котором уже проросли сорняки. Всё это не дополняло красоту моему саду. И, может быть, совсем скоро, когда начнёт, конечно, неминуемо начнёт прорастать трава, потому что сеются сорняки сверху. Снизу-то вряд ли в скором времени что-то прорастёт, потому что очень плотный материал. Плотностью 300 мы стелили. И щебень очень толстым слоем. Но сорняки любят и имеют возможность сеяться сверху. Поэтому я никаких иллюзий на этот счёт не питаю. Но, во-первых, это будет довольно просто, по крайней мере, в первое время удалить. А потом, ну, есть много разных вариантов. Как говорится, будем решать проблемы по мере их поступления. Прошу меня простить за мой голос, но это вот последствия болезни, от которой я никак не могу до сих пор избавиться. Вот, друзья, поэтому сложновато мне говорить. В принципе, я уже сказала всё, что хотела. Давайте теперь пройдёмся по саду и просто посмотрим. А вы мне напишите, какие ощущения у вас от моего обновлённого сада с новыми дорожками. В общем, буду рада любым комментариям. Хорошего вам просмотра. Очень по вам скучаю. Надеюсь, дальше будут выходить видео почаще. Хотя, как говорится, не зарекаюсь. Мир в наши дома. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»